Без выходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравствуйте. В эфире Минско-городское управление МЧС. У микрофона Анастасия Гарба. С начала года на ликвидацию пожаров, загораний и прочих ЧС столичные спасатели совершили более двух с половиной тысяч выездов. На пожарах за это время погибли 17 человек. Минск чрезвычайный. В начале недели пожар случился в пиццерии торгового центра по улице Бобруйская. Дым на кухне пиццерии появился еще до прихода первых посетителей. Предположительно из-за короткого замыкания электропроводки. Благодаря вовремя сработавшей системе пожаротушения серьезного ущерба удалось избежать и никто не пострадал. Немногим позже на Кольцевой около микрорайона Малиновка открытым пламенем горел грузовой автомобиль. Все произошло в час пик. Менее 10 минут понадобилось спасателям, чтобы ликвидировать возгорание. В результате уничтожена кабина и поврежден полуприцеп тягача. Предполагается, что причиной автопожара стали заклинившие тормозные колодки. И в этом случае, к счастью, обошлось без пострадавших. Минск чрезвычайный. По статистике, в осенне-зимний период в республике увеличивается количество пожаров. С целью их минимизации в эти дни в столице проходит республиканская акция за безопасность вместе. Спасатели совместно с работниками ЖКХ, МВД, энергетиками и другими субъектами профилактики посещают дома одиноких пенсионеров и одинокопроживающих инвалидов, семей, в которых дети находятся в социально опасном положении, и людей из так называемой повышенной группы риска, то есть ведущих асоциальный образ жизни. Им напоминают о том, что в 98% случаев пожар – это дело рук человека, а также рассказывают, как не допустить пожар и уберечься от огня. Спасатели пожарны всегда в боевой готовности, однако именно от культуры каждого из нас зависит сохранность наших жилищ, а самое главное – наша личная безопасность. На сегодня это все. Слушайте нас в следующий четверг. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.